В селе Шамалган состоялась областная конференция, приуроченная к 125-летию классика казахской литературы Мухтара Ауэзова. В мероприятии приняли участие ученики средних школ, сотрудники областного управления по развитию языков, а также профессора высших учебных заведений. Областная конференция в честь юбилея великого писателя, драматурга и ученого Мухтара Ауэзова прошла в двух направлениях. В первой части мероприятия участники обсудили творческий и жизненный путь Ауэзова. Рассмотрели проблемы литературоведения и развития государственного языка. О научном наследии классика более подробно рассказала ассоциированный профессор университета имени Сулеймана Демиреля Баян Керембекова. В своем выступлении на конференции я особое внимание уделила труда Мухтара Ауэзова, так как в них есть очень интересные размышления, которые могут быть актуальны и сейчас. К примеру, писатель поднимал вопросы образования, сохранения языка, роли женщин в обществе. Думаю, что это будет полезно и интересно молодым людям, принимающим участие. Особенный интерес у гостей мероприятия вызвало выступление почетного преподавателя и члена Союза журналистов Аклимы Касеновой. Она рассказала о нелегком пути становления Ауэзова из «Мальчика-сироты» в классиках казахской литературы. Несмотря на годы, проведенные под следствием, препятствию зданию его трудов и другим трудностям, Мухтар Ауэзов не изменял себе и продолжал общественную деятельность. Наследие Мухтара Ауэзова многогранное, ведь он был писателем, биографом, исследователем. Его вклад в казахскую литературу неоценим. Он прославился на весь мир, а его книги издавались на 30 языках. Поэтому мы должны ценить и чтить оставленное нам наследие. Во второй части мероприятия ученики средней школы имени Мухтара Ауэзова прочли стихи писателя. Также школьники подготовили театральную постановку по пьесе «Генлик Кебек». Молодым людям удалось полностью передать эмоциональный накал произведений Мухтара Ауэзова и восхитить зрительский зал. Аделья Кжаркенова, Ахангельда Ахметханов, Телеканал Жет-Су.